День воскресный, день чудесный. Как живет врач-стоматолог в России? Сколько лет нужно потратить сегодня для того, чтобы стать востребованным врачом? Сколько можно зарабатывать, если вдруг вы захотите работать на две клиники шесть дней в неделю? Сколько времени нужно, чтобы скопить на квартиру и машину? А может ли врач-стоматолог сегодня содержать всю свою семью? В этом выпуске и прямо сейчас мы познакомимся с действующим врачом со стажем в 15 лет. И он нам по порядку расскажет свою историю жизни. Это будет действительно увлекательный и полезный сюжет. Ведь я задам ему вопросы. А как нынче врачи-то людей разводят? Почему так разнятся цены? Что происходит после операции, когда люди понимают, что ты мне всю улыбку испортил? Какой же ты врач? Друзья, я задам острые вопросы, я задам жизненные вопросы. Тайм-коды уже ждут вас в описании. Но это действительно интересный и уютный выпуск. Поэтому без промедления мы начинаем прямо сейчас. Приятного просмотра! Всем привет! Меня зовут Эдуард. Я главный герой этого выпуска. Мне 37 лет. Работаю стоматологом. Учился в школе я в Киргизии. Там я и поступал в институт. В принципе, стоматологом я особо никогда не хотел быть. Я хотел поступать в школу милиции. Но так как отец был связан какое-то время с данной сферой, структурой, он был против. Мама тоже особо не горела желанием, чтобы я поступал. Как-то решил, что если не туда, то пойду в мед. Ну и пошел в мед. А где учился? В каком городе? Я учился в Бишкеке. Университет называется КРСУ. Ну он, в принципе, там какая ситуация? В свое время в Киргизии была российская база КАНТ. Но она и сейчас существует. И для тех, кто хочет переехать в Россию, или тех, кто с России, для них создали вуз совместно киргизский с российским. У этого вуза два диплома. При окончании этого вуза ты получаешь киргизский диплом и российский диплом. При переезде в Россию этот диплом абсолютно котируется. Ты в любом городе этой страны можешь спокойно дальше работать. Никаких подтверждений диплома, ничего не надо. Класса седьмого я уже для себя решил, что я поеду жить в Москву. Я смотрел, тогда только появился даже канал, по-моему, Москва-24. Я ничего не смотрел, только этот канал смотрел. Чтобы понимать этот город, как в нем люди живут, какие в нем доходы, какие расходы. Получается, что уже со школьных лет грезил Москвой. То есть подкупало, прям хотелось именно в Москву. В Москве был проездом. Отец потом, после того, как ушел со своей структуры, он занялся автобизнесом. Ну, как все. С Европы возили машины. И, соответственно, проездом много раз я был в Москве, с ним ездил. Но можешь вспомнить вообще свои впечатления юношеские? Когда ты проездом в Москве, ты едешь через город, тогда еще 2000-е, правильно? В 2000-е, наверное, ты уже въезжал. Все равно как бы только все переделают, начинают покрасивше становиться. Как оно тебе? Ну, вообще, как любой человек с региона, когда попадаешь в Москву, это бомба. Поэтому для меня... Ну, хотя я и много раз был в Европе, но все равно Москва для меня казалась чем-то таким. Сверх естественно. Таким образом, получаешь ты высшее образование, диплом на руках. Ну, все, надо двигаться, работать. Ты уже взрослый мальчишка. Отправляешься ты в Москву. При том, что, насколько я знаю, батя с мамой не очень-то и хотели, чтобы ты вообще сюда ехал. Да, совершенно верно. Родители вообще не горели желанием, чтобы я сюда ехал, потому что, ну, как все люди с регионов, для них всегда Москва – это криминал, наркотики, алкоголь и все это остальное. Но я уговорил родителей. Я сказал так, дайте мне... На тот момент это было где-то 1000 долларов, 30 тысяч рублей. Я говорю, дайте мне 30 тысяч рублей. Если я успею зацепиться в Москве за то время, пока я их не потрачу, значит, я остаюсь. Если я не успеваю, тогда я возвращаюсь. Но я не буду говорить, что я тут, как многие, приехал на вокзал, там с пятью тысячами жил, такого не было. Здесь у меня близкий друг в Лобни жил, вот тоже стоматолог. Я переехал к нему. Мы с ним снимали квартиру вдвоем за 20 тысяч рублей, однокомнатную квартиру. Я сразу за два месяца вынес деньги и начал искать работу. С работой в целом вообще есть проблемы у молодых стоматологов, потому что их никто не хочет брать. Вот. Вот. С этого момента, что называется, поподробнее. Потому что ролик мы хотим сделать не просто о жизни твоей, а в том числе и на примере тебя, вот так вот, раскрыть тему. Переезжаешь с вышкой, а никому не нужен. Никому не нужен. Да, никому не нужен. Это связано с тем, что, ну, как правило, клиники хотят, либо чтобы доктор состоявшийся был с опытом, с какой-то своей базой пациентов. Но мне, опять же, повезло в том плане, что я устроился в ту клинику, которая только открылась. У них, соответственно, тоже пациентов не было и более опытные доктора тоже не хотят к ним идти работать, потому что, ну, просто так сидеть никому нет. Так сказать, звезды сошлись. Да, звезды сошлись. И кем ты туда устраиваешься? Я врачом, сначала ортопедом, да. У меня были документы сначала по ортопедии. Зубные протезы, зубные коронки, ну, вот такие вот вещи. Какие-то. Ой, первый месяц. Первый месяц я получил долблату 18 тысяч. Все равно считай, смотри, уже квартиру закрыл, как минимум, и уже поел. То есть уже, так сказать, зацепился, нет? Ну, я, в принципе, из-за того, просто из-за того, что у меня на два месяца вперед была снята квартира, я еще попробовал остаться на месяц. Остался на месяц. И это был ноябрь и декабрь месяца. А для стоматологов это такие самые хорошие месяца, потому что у нас такой менталитет, что люди хотят к Новому году все быть с зубами. А, ну, как во всем, да. Квартиру до Нового года, машину до Нового года. И все. И получилось так, что второй месяц я получил зарплату где-то, ну, чуть больше 50 тысяч. Ух ты. И я так подумал, ну, что, в принципе, мне там 23 года, в 2011 году полторы штуки бакса, да? 50 тысяч, это, в принципе, уже нормально. Декабрь примерно тоже, там, 50-60 тысяч рублей. Я так подумал, ну, наверное, все. Отец хотел, чтобы я в Киргизии остался, мама хотела, чтобы я в Ханты-Мансийске остался. Ну, вот, а там бы ты сколько плюс-минус, как думаешь, получал бы так же врачом бы. Можно было бы, по твоим ощущениям, по твоим воспоминаниям, такие же деньги там зарабатывать? Ну, на начальном этапе нет. 100% нет. Всем нам с вами нравится искренность, когда люди не строят из себя что-то, а когда они настоящие. Тюменские CGPods становятся настоящим золотым стандартом беспроводных наушников в России. Тюменские CGPods устанавливают новый стандарт разумной цены на беспроводные наушники. 5 тысяч рублей. Аж в 4 раза дешевле аналогов. При этом у CGPods есть интересные фишки, которых нет ни у Xiaomi, ни у Apple. Качество CGPods на уровне Apple отзывчивый и человечный сервис. И самое главное это цена. Всего 5 тысяч рублей. Это в 4 раза ниже, чем яблоки. Хотя CGPods для многих владельцев уже куда комфортнее и роднее. Надел и сразу чувствуешь. Твое. Никаких понтов и пафоса. CGPods отвечает за заявленные функции. И это не выдумки маркетологов. Это лишь железобетонные факты. Обещали качественный звук. Так и есть. Громадный 10-миллиметровый динамик выдает качественный звук. Доминантное шумоподавление в наличии. CGPods отсекает все внешние шумы, как закрытые стекла премиальных авто. Даже при выключенной музыке в режиме берушей. А все команды управления музыкой и звонками прямо с наушника. Отклик на касание на скорости рефлексов. А вот алюминиевый кейс CGPods выдерживает до 220 кг. Золотой стандарт эстетики наушников тоже за тюменцами. Выпускают CGPods сразу в пяти разных цветах. В суперприятных на ощупь софт-тач кейсах. К 2023 году тюменский бренд выкатил умные роботы-мойщики, пылесосы всех видов смарт-часы. Все тоже топовое. Новый золотой стандарт сервиса. Все гаджеты кейс-гуру при поломке не ремонтируются, а просто меняются на новые. Сканируй QR или переходи в описание. Там ссылка на беспроводные наушники CGPods по разумной цене. Промокод МАШКОВ24 на скидку там же. Ну и скажем так закрутилось, завертелось, работа пошла. Вот ты молодой человек, молодой врач. Начинаешь работать, работать, работать. Через сколько лет у тебя появляется мысль и самая главная возможность купить себе первую квартиру. Ну здесь это связано с тем, что у меня супруга, она тоже с другого города, она заканчивала вуз на год позже, чем я. и мы с ней договорились так, что на начальном этапе все равно я не смогу ее обеспечить. Как бы ей надо было еще год доучиться, мы договорились, что она через год ко мне приедет. Вот прошел год, она приехала, год где-то мы жили, я уже снял квартиру в Люблино, год мы где-то жили и она забеременела. Она забеременела, я решил, что в съемной квартире с маленьким ребенком как бы жить уже не варяется. То есть получается по моим подсчетам тебе 25 лет было? Ну примерно где-то так, да. А слушай, ну тоже интересно, получается ты с женой как познакомился в институте, да? И с того момента вы по сей день вместе. А сколько у вас сегодня детей? Двое. Двое, здорово. То есть в 25 лет ты понимаешь, что все, время пришло, сигнал подан, впереди ребенок, надо брать свое. Что ты выбрал, где, почем, какая площадь? Ну я тоже в принципе постарался все ближайшее под Москвой объехать. И вот в старых Химках мы нашли однокомнатную квартиру, новостройка, дом сдавался месяца через три. Мы ее купили за 4 миллиона 250 тысяч где-то. Ипотеку я брал 3 миллиона, миллион 250 это, ну как, первоначальный взрос у меня был и 3 миллиона мы взяли. А не помнишь, какая ставка была? На тот момент где-то 13,5. Тогда примерно такие ставки были все. Платеж? Изначально был в районе 40, но я всегда старался побольше. Быстрее, 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 быстрее закрывать. А вот здесь хочу дать свой комментарий. Вот так вот и должна развиваться жизнь. В 23 года у человека высшее образование. Врач-соматолог. Но востребованная профессия, достойная профессия? Я считаю, что да. Спустя 2 года скопил первоначальный взнос миллион 250. При этом что? Снимает квартиру, платит там за питание, на жизнь платит. Жена приезжает, начинают жить вместе. И вот, пожалуйста, есть возможность покупать первое жилье. Подчеркиваю, я задал ему вопрос, дальше он у него еще раз летит сам. Мама, папа, бабушка, дедушка, никто не помогал. То есть, человек скопил сам. Ну и конечно же мы можем вспоминать, что раньше вот однушка в Химках, в старых Химках стоило 4 там с чем-то миллиона рублей. Длинную историю сделать короткой. Когда жена забеременела вторым, принимают решение, что нужно расширяться, чтобы покупать трехкомнатная квартира. На дворе 2019 год. Что они купили? Пойдемте смотреть вместе. В каком году я покупал? 19. Ага, то есть, ты еще можешь сказать, успел прямо в аккурат. Вот этих вот подражаний, да? Ну, я успел ее купить, разбомбить до бетона и начался коронавирус. Ага. Друзья, вот, обратите внимание, на экране вот дома, вот здесь, ты говоришь, мерзло, да? С отоплением проблем я тебе заморозил. Да, да. Там постоянно трубы лопаются и у них какие-то вопросы есть. Ну, вот, и пожалуйста, а вам? Через дорогу, казалось бы, вам повезло. У нас никаких вопросов с этим нет. Слушай, на улице сегодня мороз, как обычно, пойдем к тебе, уже охота, так сказать, в подъезде погреться, постоять. Пойдем, паркуйся, где нашел место, там и запарковался, правильно? Да. Какого-то предусмотренного вам паркинга, открывай, подземного паркинга ничего нет, верно? Нет, подземный паркинг есть в том дворе. Почем? Или он чисто для жителей? Нет, он не для жителей, но если за нал, то где-то, ну, в районе двух миллионов. А, если покупать место, ну, понятно. Ну, у тебя такой острой необходимости нету, правильно я понял? Опа. Здравствуйте. Вот такой у вас подъезд. Маленький лист, наверное, поедет. Слушай, ну, у вас прикольно, у вас здесь чисто так все это, по-домашнему, я бы сказал, Ну, это благодаря вот консьержу, консьерж хороший. Ну, довольны, когда консьерж есть? Да, конечно. Слушай, мне кажется, вообще вещь необходима, когда вот так вот кто заходит, когда он присутствует, это лучше, чем какая-то просто видеокамера бездушная, блин, и все. Нет, без консьержа, она еще такая женщина, но хорошая. Любые вопросы есть, там, с лифтом, она сама, она даже, мы даже иногда не знаем, что что-то не работает, что-то сломалось, она в курсе за все. Итак, мы с вами заходим в гости к стоматологу. Трехкомнатная квартира, площадь порядка 90 квадратных метров. Была куплена в убитом состоянии, специально для того, чтобы здесь сделать полноценный ремонт. Смотрим. Прихожая у тебя, я бы сказал, реально большая, полноценная, тем более, у вас 4 человека в семье, у тебя 2 взрослые дочери, одной почти 7 лет, а другой 10. Уют в виде всяких штучек для ключей, свечи, дизайна. И проще, прочее, да, ну чувствуется, то есть, как бы в квартире находиться приятно. Друзья, посмотрите, вот первая комната, которая нас встречает, это изначально гостиная, самая большая комната, вы ее отдаете под детей, ну вот круто, да, когда все-таки жена дизайнер, смотри, как красиво, и классно, когда жена не работает, то есть, вести дом, хозяйство, детей, это тоже целая работа. Все чистенько, аккуратненько, раздельная зона на двоих девочек, слева, справа, то есть, в силу того, что однополые, им вполне комфортно в одной комнате. Посмотреть, какой вид открывается из окна, то есть, в этом отчасти что-то есть, понятное дело, что люди, кто живут в городах, где вид на лес, на речку и так далее, это не оценят, но это лучше, нежели чем, когда у тебя прям перед тобой стоит другой дом, мы уже эти истории проходили, хотя неподалеку, ну вот они, новые дома, новострой стоит. Но, тем не менее, летом, весной, когда хорошая погода, восходы, закаты, это да, неплохо. В квартире очень тепло, то есть, что-что, но топят, как говорится, на славу, что местами даже, может, мне кажется, и батарейку-то нужно было бы. А, здесь даже выключено, да? Ну, жарища полная. Кто тут, видишь, замерзает, а у кого-то просто прям перебор. Ну, здесь и поменены батареи, окна, все поменено. Домик, верхняя кровать, это для старшей, младшая внизу лежит. Таким образом, смотрите, мы выходим, большой встроенный шкаф, который тоже ты собирал, здесь у нас лежанка, некая для... Кота? Как зовут кота? Филя. Филя. Филя мы еще сегодня с вами найдем, Филя себя проявит. Так, далее, у нас получается распашонка такая, налево одна комната, направо другая комната, и в этом тоже есть свои плюсы, потому что, смотрите, вот здесь, например, ребята сделали из этой комнаты некую гостиную, то есть, куда можно прийти, всей семьей, ну, допустим, посмотреть фильм. Опять же, бывает ли вот этот, допустим, собираетесь, вы что-то здесь действительно все смотрите, или это так? Больше комната? Ну, у вас там с супругой вдвоем, у детей свой телевизор есть, они особо не прибегают. То есть, уже сейчас такой возраст пошел, что дети уже такие, все, папа, мама, мы будем смотреть свое, а вы смотрите свое. Да, блин, быстро. Так, давай к тебе. Да, это наша спальня. Здесь, друзья, покажу вам быстренько санузел, то есть, у ребят в квартире два санузла, что тоже очень круто, первый, ванна, туалет, стиральная машинка, в силу того, что есть несколько балконов в квартире, вещи они сушат, на них, ну, и, соответственно, дополнительной сушки ставить не нужно. Вот сколько ты, можешь сказать, вот 90 квадратов у тебя, сколько денег, вот плюс-минус, на все, про все, ты потратил, так не считал? Ну, я считаю, что я мало потратил, просто потому, что в основном все траты были на материал. Ну, я думаю, что, наверное, может пару миллионов. Два миллиона, на 90 квадратов? С учетом мебели, кухни, техники, вот все, что мы сегодня видим, это, по сути, ты же все новое купил, здесь старого ничего не было. До бетона все было. Ну, я рассчитывал примерно где-то 3-4 месяца. Мы на 3 месяца сняли квартиру, ну, потому что надо было где-то жить. Соответственно, это съем квартиры, финансы, ипотека, финансы, семья обеспечивает финансы, плюс ремонт, это тоже все упиралось в финансы. Проходит месяц, и наступает коронавирус. Все закрывается. Здесь работал, ну, делал ремонт мой знакомый, ну, и я ему, я на тот момент с одной работы, я всегда работал в двух клиниках, ну, потому что, сам понимаешь, с одной работы я уволился и начал ему помогать. В принципе, здесь тоже очень много, что я сделал сам. Он сделал полностью ванну, кафель, керамогранит, где-то шпаклевал, а в основном все делал я. Получилось так, что коронавирус начался, все, работа все закрылась, мне делать нечего было, я ему помогал. Три месяца прошло, ну, я понимал, что мы не успеваем, ну, как все, и мы приняли решение, потому что там уже у наших знакомых, к вам мы снимали квартиру, там уже были клиенты на эту квартиру, и мы принимаем решение заехать вот в то, что есть. На тот момент всю черновую мы сделали, сделали, здесь лежал керамогранит, стены отшпаклеваны, отгрунтованы, но не было ни ламината, ни обоев, ни потолка, ни люстр, вообще ни дверей, вообще ничего не было. Классно. И вот так мы заехали, я положил подложку, матрасы, и вот так мы начали жить. Я понимал, что работы все равно в ближайшие несколько месяцев не будет, и мы приняли решение с супругой, что мы будем делать ремонт сами, потому что делать нечего, все равно мне два месяца сидеть дома. И мы клеили обои, положил я ламинат сам, но единственное, с дверями, у супруги отец, он плотник, он приехал, нам помогал, ну, помогал двери устанавливать. Тут электрику я менял, сантехнику менял, все-все-все-все-все-все менял. И два миллиона? Да. На 2019 год. То есть, считая сегодня, как минимум, X2, это как минимум, а трубы даже и побольше. Я думаю, что да. Значит, здесь первый балкон, там у нас сушатся вещи, то есть, балкон вы больше используете как некие такие кладовые, я бы их назвал, помещения, серии хоснужды. Да. Ну, на этом балконе мы вот так чуть-чуть облагородили, там покрасили в наливной пол, ну, просто, чтобы он был чистенький. Так, ну что, веди на кухню. Ну, пойдем. Слушай, почему не вешаешь в комнате в спальный телевизор? Не нужен. Не нужен? Ну, объясни. Я просто знаю ответ в целом. Ну, потому что, если ты его туда повесишь, ты его будешь там смотреть. И постоянно этот телек, а на самом деле, друзья, для сна здорового, это очень вредно. Перед сном 30 минут, а лучше за час, просто все вырубаете, телефон убираете, месяц так поделаете, офигеете потом. Значит, заходим мы на кухню, то есть, у нас здесь еще дополнительное пространство, квартира большая, то есть, на четверых, не толкаетесь. Вот, простая, да, казалось бы, дверь, но она уже сразу придает изюминку. Там, так сказать, ну, гардеробная, хламовая все различные вещи, бытовые, которые для дома нужны. Далее, есть еще один санузел, скажем так, это для Фили. Вот, пожалуйста, ребята, место Фили. Ну, небольшая раковина. На четверых, когда две девочки, это, мне кажется, даже три у тебя получается, девочки, тебе удобно. Ну, и, собственно, кухня, тоже, не маленькая. На кухне нас встречает кто? Нас встречает Юля, которая прячется. Но Юлю мы еще спросим по поводу жизни. Вот, и дополнительный выход еще на один балкон, который тоже, ребят, используется, ну, скажем так, как подсобное помещение. Там и дополнительно, можно сказать, холодильник, плюс там какие-то инструменты лежат. В общем, захотят, в дальнейшем обыграют. Ну, а здесь, ребята, мы сейчас и зададим вопросы Эдуарду, как живет стоматолог. Вот расскажи мне, как врач, ты, получается, трудишься один в семье, ты отметил, что последние годы ты работал всегда на двух работах. Но причина понятная, нужны финансы, семью надо содержать. На сегодняшний день ты ипотеку с этой квартирой все, финиш? Да, год назад закрыл ипотеку. То есть, сегодня долгов нету? Вообще никаких. Смотрите, фиксируем, квартира есть, дети есть, жена есть, машина есть, все, красавчик. А у нас зарисовка, на чем ездит стоматолог со стажем, как мы с тобой посчитали, почти 15 лет. Презентуй. Ласточку-то. Да, что обычный? Ке, Рио. Ничего сверхъестественного. Какого года машинка? 21-го. Как покупал, почем, не помнишь? Покупал я ее в Зонал, в салоне, миллион 150 тысяч. В 21-м году миллион 150 тысяч. да. Это какая комплектация? Ой, я даже не знаю. Ну, я смотрю, она такая, типа простенькая, судя по дискам и по фарам. Ну, коробка-автомат, правильно? Коробка-автомат, кондер, подогревы, автозапуск. Но ты брал ее от официала, правильно? Да, да, я приехал. Там же, какой момент начался, что вот эти проблемы все с ПТСами, со всеми делами в 21-м году. Я вообще думал коврюху взять, но на тот момент у меня ипотека была, а я сейчас себе миллион и полтора выделил на машину и подумал, блин, еще и кредит машину брать, ну, вообще не охота. Ну, как в целом, машина доволен? Да, что, ездит и ездит. Я не принципиально особо к автомобилям. А ты на работу на машине ездишь или как? В основном нет. То есть, это, грубо говоря, больше машина под жену, потому что она детей, да, возит? дети туда-сюда. А жена сейчас работает? Нет, она в 10 лет декретном отпуске. В 10 лет детьми занимается? Да, да. Короче, тебе хватает зарплаты, чтобы всех содержать? Вполне. Вот такая, друзья, ласточка. Как насчет продать и взять себе, знаешь, кого? Джеки Чана, нет, 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 вообще нет. Дисплей. Все подсвечивается. Знаешь, там на кнопочку нажимаешь там «Хунчи и Анцао». Нет? Вообще не мною. Ну, объясни просто, кратко, не твое, почему? Ну, во первых, это беспроблемная машина. Мне кажется, чтобы она что-то сломалась в ней, я не знаю, что там надо. Здесь обычный автомат, двигатель 1.6, никаких лишних приблуд, ничего, каких-то левых наворотов. Потому что сейчас тоже на ютубе смотришь ролики, там машины 10-15 тысяч пробег китайцев и у них уже начинаются какие-то вопросы с электрикой, с коробкой. Вот морозы были вот недавно, там минус 25, минус 27. У меня ребята не смогли завестись. У кого китайцы? У кого китайцы, да. Эту машину, так как детей возим, я утром автозапуск. Я даже не с ключа, я просто с автозапуска, она с полкинка заводится вообще без проблем. А пробег большой? 20-30 тысяч. Короче, грубо говоря, с таким пробегом, если вам места всем хватает, ближайшие лет 5, даже можно не думать, наверное. 5 не знаю, но года 3, я думаю, наверное, вполне. Ну, а потом на Джили-Манджаро, правильно? Ну, я бы лучше, наверное, взял какого-нибудь корейца бэушного или немца, наверное. Как дойдет дело, цены посмотришь, состояние посмотришь, а там, если что, пиши, купишь, через 3 года снимем выпуск. Ну, может быть. Работа с томатологом у многих всегда возникает много вопросов. Есть различные мифы, есть убеждения, что стоматологи, вообще стоматологи, это все разводняк полный. Ну, очень частый вопрос, уровень нашей стоматологии относительно всего мира. Ну, я хочу сказать, что, ну, я не знаю, это всю Россию, но в Москве стоматология, ну, ну, на уровне европейском точно, может быть, даже намного выше, чем во многих странах Европы. Сейчас, ну, последние года 3-4, так и есть. Второй вопрос, финансовый вопрос, очень многие, потому что разбег цен по Москве настолько большой, кто-то хочет зубы сделать там, как ты говорил, голливудскую улыбку за 100 тысяч, но таких цен, в принципе, не бывает сейчас. Кто-то готов потратить и 5-6 миллионов на зубы, и для них это тоже, как бы, вполне нормально. Ну, очень многие, кстати, пациенты хотят, чтобы их дети тоже пошли на стоматологов, спрашивают, сколько учиться, сколько стоит, есть ли какие-то подводные камни. Ну, вот давай об этом поговорим, допустим, есть ли сегодня, люди вот смотрят сейчас, возможно дети в институт собираются поступать, достойная профессия, врач, стоматолог, это тебе не чем-то там заниматься в интернете, непонятно чем, здесь все прозрачно, вот человек, больные зубы, вылечил зубы, заработал денег, насколько это вообще нудная профессия, интересная профессия, стоит ли в нее идти, не стоит идти, вот твое мнение, вот что ты по этому поводу скажешь? Здесь надо понимать, просто что ты хочешь от этой профессии получить, есть люди, которые 25-30 лет работают стоматологом, и они нигде никогда не учатся после института, никак не развиваются, соответственно, для них это, наверное, нудная профессия, если ты постоянно где-то учишься, постоянно какие-то курсы, повышение квалификации, то, наверное, это интересно, плюс стоматология последние годы очень сильно взаимодействуют с компьютером, 3D-моделирование, сканеры, принтеры и так далее, поэтому, мне кажется, что достаточно интересно. Вот еще, что все хотят, это здорово, тебе сегодня 38 лет, 37 лет, а у тебя уже как бы, ну, нажито, и самое главное, сам, правильно? папа тебе денег не давал или давал? Мама сколько дала? 10 миллионов или сколько? Куда? Тебе на жизнь. я как бы так юморю, сколько тебе родителей, бабушка, дедушка? Ну, после того, как я закончил университет, я сюда приехал с 30 тысячами рублей, все, больше ничего мне никто не давал. Ну, единственное, что бабушка помогает моим детям, там, какие-то вещи, подарки, да, а так нет. Ну, вот расскажи нам, пожалуйста, вот на сегодняшний день, допустим, врач, что ты сегодня делаешь, на каком ты уровне находишься и какую ты вилку можешь нам дать? Вот сколько, например, можно зарабатывать в твоей профессии? Можешь точную цифру назвать, можешь примерную цифру назвать при условии, что ты работаешь в первой одной клинике и как ты отмечал, если ты работаешь на две клиники? Ну, вилка, тут разбег просто сумасшедший. Ты можешь и 50 тысяч рублей в месяц зарабатывать, а можешь и 2-3 миллиона рублей в месяц зарабатывать. Это все вполне реальные цифры. Просто зависит от того, хочешь ли ты работать, сколько ты работаешь, какой у тебя профессиональный навык. Когда я закрыл ипотеку, я просто устал работать на двух работах, поэтому я решил, что мне надо немножко отдохнуть. И когда я закрыл ипотеку, мы вот с Юлией улетели в Таиланд, и там я принял решение, что, наверное, пора больше времени уделять семье, детям и так далее и тому подобное. И я со второй работой. Два-три дня в неделю я сейчас работаю, но я работаю с девяти до восьми, либо с десяти до восьми. Но если в среднем на год разбить, ну, тысяч двести пятьдесят, триста можно зарабатывать спокойно. А когда ты работал на второй еще работе, то тысяч пятьсот? Ну, пятьсот, в принципе, возможно, да. Это при условии того, что у тебя, получается, вообще не будет выходных или какой-то один выходной? Один. В воскресенье? В день воскресенье? Ну, тысяч, наверное, нет, ну, тысяч, наверное, потому что на второй работе я поменьше зарабатывал, ну, наверное, где-то четыреста. Ты сказал, что можно, в принципе, два-три миллиона зарабатывать. Это кем и каким врачом в стоматологии надо быть и сколько работать, чтобы реально можно было получать два-три миллиона? Ну, у нас, как и в любой сфере, есть, так скажем, светилы стоматологии, которые достаточно разрекламированы, которые вкладывают большие деньги в маркетинг. У них просто прайс немного другой. За публичность и известность ценник выше, нет? Да, да. То, что, допустим, я там ставлю, ну, грубо говоря, средний имплант там тридцать пять тысяч, эти же доктора ставят там по сто тысяч. Это Джон Иланд. У нас, как документальный фильм, один день из жизни стоматолога. Вот так вот ты утром проснулся, ну, что, пойдем. Слушай, ну, не смущает то, что на работу ездить на общественном транспорте? В основном уже, знаешь, все хотят на машине с комфортом, тем более, когда тебе ехать, в принципе, недалеко. Вот от Меги автобус, маршрутка. А, то есть ты спокойно утром выходишь, идешь до маршрутки, сел, наконечный, вышел наконечный. Сколько тебе ехать на автобусе? Ну, я работаю с десяти часов, уже таких час пиков нет. Ну, сколько? Ну, минут двадцать. Вот так пришел с работки, завалился на диванчик. Ну, бывает такое, что после работы ты сидишь, смотришь что-либо, а в голове мысль о том, как ты сегодня зуб там вырывал. Ты же хирургом работаешь? Или, в принципе, рабочие вопросы вообще никак не посещают после работы? Это вообще больная тема для меня. Я, ну, так скажем, из-за того, что у меня все пациенты по рекомендации, я очень сильно за них переживаю. Поэтому я всегда на связи. Это Юлю даже допрягает, потому что мне могут там и в 12 часов ночи написать на WhatsApp там, и в 7 утра написать на WhatsApp. И я всегда после, особенно если какие-то глобальные операции, я всегда на связи, там сам переписываюсь, звоню, переспрашиваю. Потому что хирургия такое дело, что я не говорю, что я там какой-то светила стоматологию хирургической. Да, бывают такие моменты, я и не скрываю, что, ну, какие-то там, может, микроосложнения, да. И чтобы этот момент не упустить, я должен быть всегда на связи. Разводняк. Вот это мы хотим, вот это мы любим. Расскажи какие-нибудь истории из рабочей жизни. Ты никогда вот так вот не слышал, что, например, ну, вот человеку, например, распоганили зубы? Ведь это ответственность большая, это здоровье. Что потом кто-то пошел, посудился и там отсудил у клиники деньги. Такое вообще бывает? Безусловно, бывает, но, опять же, с точки зрения законодательства, в нашей стране клиники стараются сейчас решить этот вопрос по-мирному с пациентом. Потому что это чревато лишением лицензии и так далее. Поэтому проще, лучше. Кто-то просто возвращает деньги, там берут расписку, что пациент претензий не имеет. Кто-то переделывает работу. Есть доктора, которые потом осознают, что они не в состоянии нормально переделать. Отправляет коллегам, там, оплачивает их услуги сами. Но, чтобы довести до суда, ну, это очень-очень редко. Но распространенная вообще такая практика, когда, ну, по-русски говоря, херовертят, а потом пытаются разрулить ситуацию по-мирному? Ну, есть такие моменты, безусловно, как и в любой профессии это все присутствует. Но именно что касаемо имплантации, ну, это самый частый развод, когда пишут, что, допустим, имплант 7 тысяч рублей. Смысл в том, что в эти слова они включают только именно цену импланта. Когда пациент приходит, они говорят, ну, да, имплант пусть там 7 тысяч рублей стоит, а сама операция стоит там 45 тысяч рублей. И в комплексе ты получаешь, допустим, уже 55 тысяч рублей. То же самое, ну, но это больше такие клиники, которые, однодневки, таких клиник очень много в Москве, которые, у нас ты как, открываешь какую-то клинику, ООО там или юрлицо, те же три года имеют право, ну, ты имеешь право три года, чтобы не было никаких проверок. Соответственно, так они и работают. Год они вот так работают, набракоделят, закрывают, новое юрлицо открывает, пациент приходит, а там уже новое юрлицо, новый гендиректор, и доказать уже ничего не нужно. Не, а развод, как, то есть, получается, я захожу, мне говорят там 7 тысяч рублей, я говорю, о, здорово, мне операцию сделали, имплант поставили, потом говорят 7 тысяч и плюс 45, что ли? Таких вариантов тоже. А вот я скажу, офигел, что ли, ты мне 7 называл? Ну, перед любой медицинской процедурой, ну, это я говорю именно про те клиники, которые недобросовестны. Ты же в любом случае перед любой медицинской процедурой подписываешь договор. И в договоре это все прописано. Если ты его нормально не прочитал, то бумажка есть, все. Хочешь, обращайся, суд, мут, у нас договор подписан, все. Офигел. Есть, когда, допустим, говорят, коронки цирконьевые делают, сами делают металлокерамику, ставят. Пациент-то визуально как бы не понимает, что у него там металлокерамика. Потому что, допустим, металлокерамика стоит, пусть в среднем там 15-20 тысяч, цирконий стоит 35. Ну, по крайней мере, в Москве в нынешнее время нормальным клиникам просто нет смысла этим заниматься. Потому что кругом соцсети, там WhatsApp и чаты, это очень быстро все. А раньше, когда ты приехал, это, наверное, было налево-набраво. Особенно все, что связано с юрлицом, вот эти моменты. Это очень, ну, я думаю, что процентов 10-15 клиник на тот момент вообще работали без лицензии. Они открывали клинику, подавали документы. Документы в среднем на рассмотрели там полгода-год. Вот они полгода-год вообще без лицензии работали. Все, что-то набрак оделил, дверь закрыл, установку вывез. В другой месте поставил. Следующее название придумывал и пошел. Вон мы с тобой стоим. У нас с правой стороны стоматология. Там стоматология. Там стоматология. Как сказать, три года есть. Вот и все. По юмору, да. Когда мы делали зубы жене, я вам просто приведу одну зарисовочку. Одну. Потому что каждая ситуация, она разная. Разговаривать, почему пломба в одном месте стоит столько, в другом столько, это можно очень долго. Мы вылечили ей полностью рот. Все. Дальше остается только лишь подпилить зубы и установить цирконевые коронки. Немецкие, хорошие. В Москве мне заряжают, именно, знаете, не называют ценник, а заряжают. Порядка миллион четыреста, если не ошибаюсь, она мне сказала, вот финал сделать. Хотя я думал миллион сто, но это было за виниры миллион сто. А за вот это все дело миллион четыреста. И срок обозначают полтора-два месяца. Мол, все, соберем, сделаем, примерки. В Турции я показываю техническое задание. Вот все то же самое, те же самые материалы, все. Триста девяносто тысяч рублей с учетом текущего курса. Доллара, евро и пять дней. При условии, что первый день там слепок, примерка и так далее. Второй день все готовят. Среда ставят, четверг отдыхаешь, пятница все проверяют, доделывают, все. Мы сделали, год прошел, жена ходит. Почему так происходит? Когда я выложил эту информацию в свои соцсети, порядка 20-30 разных врачей, ну реально вот такое количество было, мне писали, не спрашивая, что лечили, как лечили, что. Каждый предлагал, что надо делать было по-другому. Это не так, то не это. Но, друзья, год прошел, зубы прижились, все, ходят там, танцуют. Не, ну вообще я особо не любитель обсуждать работы других своих коллег. И так визуально говорить, что кто-то что-то не так сделал, без снимка панорамного хотя бы, или компьютерной томограммы, это все бессмысленно. Надо изначальную ситуацию видеть. То, что такой прайс в Москве, ну это может быть, как бы ничего в этом сверхъестественного нет. 300 тысяч рублей для Москвы, если там было достаточно много, ну если там было больше, ну 400 тысяч, если там было больше 10 коронок, я просто... Весь зуб, весь рот, короче, вставляю. Для Москвы это нереальная цена. И прикол заключается в том, что у меня есть один знакомый, который мне отправлял также вот эти расчеты, и он их, как ты говоришь, отправлял вот в одну клинику, медийную, известную, сильную, премиальную. Там за все то же самое назвали, знаете сколько, 6 миллионов рублей. Вот просто вставить вот эти зубы, я говорю, вообще как, вот как-то это регулируется, откуда такой перепад цен? Один и тот же материал, одни и те же работы, ну вот вставить в рот, или я может быть что-то не понимаю? В плане, фух, качество работы все-таки, конечно, имеет большое значение. Есть доктора, которые и за 6 миллионов могут сделать не очень хорошо, а есть доктора, которые, ну так скажем, 6 миллионов, они оценят свою работу на 6 миллионов, и они, может быть, и делают эту работу на 6 миллионов. Это все будет отсроченный результат, потому что можно за 300 тысяч делать, через год все это вывалится. А можно сделать за 6 миллионов, и это будет стоять там 15-20 лет. По поводу материалов, ну как обыватель, так скажем, он знает, что есть циркониевая коронка, это хорошая коронка, и все думают, что 30 тысяч циркониевая коронка и там 60 тысяч циркониевая коронка, это одинаковые коронки. На самом деле это абсолютно разные коронки. Потому что производитель есть Китай, Америка, Германия и так далее и тому подобное. Германия будет по-любому лучше, чем Китай. Плюс еще оборудование. Вот коронку, когда пациент делает, это саму коронку изготавливает не доктор, делает зубной техник. То оборудование, которое есть у зубного техника, играет просто огромную роль. Вот эти коронки, их делает, ну в последнее время уже, года два, техники сами уже мало делают вручную. В основном они покупают фрезерные станки, которые эту фрезеровку делают. Вот у каждой лаборатории есть лаборатория, у которых фрезерный станок за миллион рублей, а есть лаборатория, у которых фрезерный станок за 8 миллионов рублей. Этот момент тоже учитывается, что вложения были определенные в лаборатории, эти вложения надо отбивать. Плюс точность работ у дорогих станков будет по-любому лучше, чем у дешевых, допустим, каких-то китайских станков. Но опять же, это может быть влияет именно в какой-то там фронтальной группе зубов, от клыка до клыка, допустим, где это визуально видно. Если там взять задние зубы какие-то, где визуал особо никакой не нужен, ну, может быть, этот момент особо и не принципиален. Можно сделать и подешевле, цирконнее. Моя личная рекомендация для любого бизнесмена подключиться к телефонии ЮИС. Ведь данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Записи разговоров помогут вашему менеджеру вспомнить, о чем был разговор, для того, чтобы подготовиться к следующему контакту. А руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Онлайн-мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно, что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу вашего бизнеса. И это только малая часть возможностей. По сути, вы просто меняете оператора связи, при этом получаете огромный функционал. Вы можете перейти к ЮИС как со своим номером, так и приобрести новый. Будь то мобильный, региональный или федеральный. 8800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие. А многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. И вам больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек без привязки к офису. И когда-то все это стоило огромных денег. Но облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. И не зря у ЮИС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Получите личную консультацию от специалиста ЮИС по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. По ним же вы получите 1000 рублей на бонусный счет для теста данной платформы. Пользуйтесь на здоровье. Так, что касаемо брекетов. Ну, я ортодентией не занимаюсь так прям профессионально. Но брекеты это медицинская процедура, которая не сделает твою улыбку голливудской. Если у тебя какие-то там проблемные зубы, брекетами ты можешь себе только восстановить правильный функционал, правильный зубной ряд. Но если у тебя зубы были желтые, там сами по себе кривые, какие-то в пломбах, это никак не исправит. Этот такой момент есть, кстати, ну так скажем, у немного недобросовестных коллег. Они что делают? Они, когда пациент приходит, они говорят, мы вам поставим брекет, и у вас все зубы будут белые, ровные и красивые. Пациент проходит курс лечения ортодонтии, там полтора-два года, грубо говоря. Они делают ему правильный функционал, восстанавливают дугу, но сами зубы некрасивые. И они потом начинают говорить, вот теперь вам надо сделать тотальную работу. Коронки, виниры и так далее. И получается еще плюс там 500-700 тысяч, плюс там пару месяцев с временными коронками и так далее. А расскажи, что ведь проходив с брекетами два, а то и три года, может быть классный историк. А тебе брекеты снимают, а через две-три недели твои зубы опять разбежались в разные стороны. Нет, ну такого не бывает, чтобы они разбежались. Обычно, ну в современной стоматологии стараются поставить ретейнеры. Это с обратной стороны зубов, да? С обратной стороны, да, металлические такие дуги. Либо назначают ношение кап. Это такие прозрачные капы, пациенты одевают. Там первые несколько месяцев ходят, чтобы зубной ряд стабилизировался, чтобы он назад не уходил. Вот, а если не одеть... То это возможно. То здравствуйте, зубы смотрят в разные стороны. А можешь вот рассказать, допустим, вот сейчас 6 лет отучиться, раз ты выходишь. Вот на сегодняшний день, вот ты работаешь в клинике, ты же видишь, там, может быть молодежь приходит. Вообще, как их и по сей день никому они, новички, не нужны? Или какая-то тенденция меняется? Как вообще люди заходят в стоматологию? Ну, это связано с нашей, так скажем, системой образования на данный момент. Я считаю, что это неправильно. Ну, мое мнение, это лично мое мнение. Допустим, когда мы учились, мы с третьего курса уже начинали практиковать. Мы должны были найти соседку, бабушку, дедушку, кого-то привезти. Вырвать кому-то зуб. Ну, это будет по-любому под присмотром твоего преподавателя, но ты должен поставить пломбу, удалить зуб или что-то такое. Сейчас у нас по закону, даже если ты закончил институт, пока у тебя нет ординатуры, ты не имеешь права приступать, ну, вообще подходить к пациенту даже. Соответственно, когда студенты, ну, уже не студенты, доктора выходят с вуза, они не имеют права работать. Что они делают? Они все идут ассистентами к доктору, устраиваются в клинику как помощником. Рядом с тобой стою я и тебе подаю что-либо, да? Да. Сколько вот за это платят? Просто интересно всем послушать, ну, первая цифра-то, с чего начинается работа. Ну, я так думаю, в среднем, наверное, сейчас 2,5-3 тысячи за смену. Как в такси. В такси можно сделать 6 тысяч, но здесь ты врач, ну, подчеркиваю, это перспектива на будущее. Так, хорошо. Хорошо, эти ребята работают год-два, более опытный доктор, так скажем, их под себя поднатаскивает. Они смотрят, что он делает, он им объясняет, как он это все делает. За эти 2-3 года этот, так скажем, будущий доктор уже получает какой-то мануальный навык, потому что со временем его начинают давать какие-то несложные работы, он на этом учится, 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 учится. Но вот так, если просто сейчас тупо прийти в клинику после института, даже после ординатуры, это будет достаточно тяжело устроиться. Есть какие-то рекомендации, вот что людям делать, чтобы как можно меньше в будущем обращаться к стоматологам? Что, чистить зубы прямо после каждого приема пищи? Раз в год делать просто КТ зубов? Вот такие какие-то более житейские способы, как избежать дорогостоящего ремонта, лечения и так далее? Нет, этого вообще ничего не надо делать. Ни КТ, каждый год это все не надо делать. Основное, что надо делать, это следить за своими зубами, начинать с детства. Вот прям с 6-7 лет. Как только начинает прорезаться постоянные зубы, по возможности, я понимаю, что тоже не дешевое удовольствие детская стоматология, но если, допустим, какие-то фиссуры глубокие у детей, их постараться загерметизировать. Это в дальнейшем сделает отсрочку для появления кариеса. Первый момент. Второй момент. Это вот, опять же, у меня близкая подруга есть, ортодонт. Она говорит, что современных детей из-за того, что они кушают мало жесткой пищи, у них плохо идет, мало, ну, неполноценное развитие челюстей. Соответственно, этот момент тоже нужно обращать внимание, если какая-то скученность или недоразвитие челюсти. Этим моментом надо заниматься не начинать не в 20 лет ставить брекеты, а, допустим, с 7-8 лет начинать носить там пластинки или какие-то капы. Вот у нашей старшей дочери, у нее было мало места между зубами, у нее получилась скученность. И вот мы ее ортодонтическое лечение начали, ну, наверное, лет с 6. Мы ей поставили несъемные аппараты. Да, это неудобно, это какое-то там нарушение дикции, там слюноотделение, но мы вовремя спохватились, к 10 годам у нее расширились челюсти, зубы, в принципе, уже более-менее в ровном положении. Если этот момент упустить, то к 20 годам там, где есть скученность, уже возможное появление кариесов, возможны боли в суставах, это головные боли, ну, в общем-то. Вот, вот, это, да, из-за того, что просто зубы, скученность, и влиять может на суставы, и на боли в голове, да? Не может, а 100% на это влияет. Офигеть, блин. Да, потому что здесь какая мысль? Допустим, если какой-то недоразвитие или скученность зубов, может сустав работать по-разному. С левой стороны быть перегруз, с правой стороны, наоборот, недогруз, так скажем. Соответственно, в том месте, где перегруз, эта область будет постоянно в перегрузе, уши могут болеть у детей, виски болеть, там, глазница. Родители не понимают, что делать, начинают ходить к неврологам, там, миллионы рублей отдавать на то, чтобы там найти причину, хотя причина вообще не в этом. Нужен просто ортодонт, гонотолог, который посмотрит осанку. Ну, уже давно, в принципе, лет 10 назад доказали, что очень сильно, допустим, положение головы влияет на полностью скелет человека. Если, допустим, неправильно расположение головы, у тебя здесь идет защемление или как-то перекос от этого, начинает смещаться таз, грудной отдел, потом у тебя начинается искривление стопы. Короче, в кривого ты дурака превращает. Сорока годам у тебя полный букет. Хотя, казалось бы, просто вовремя в детстве надо было обратиться к картодонту, гонотологу, чтобы просто тебе вывести правильный лицевой скелет. Вот и все. С точки зрения работы, что скажешь по поводу уверенности в завтрашнем дне? Знаешь, сегодня такая тенденция идет, что развитие технологий многих людей, кто занимает, скажем так, простые должности, но точно так же важные. Кассиры. Все, нахрен, свободен. Аппарат стоит, сам пикнул, оплатил дальше. В метро, в магазинах и так далее. Доставки, роботы потихоньку ездят. Сегодня это кажется смешным, как это все может заменить людей. Но, тем не менее, перспективы не самые светлые. Ты же в плане работы как себя ощущаешь? Что всегда она для тебя будет, до конца твоих дней, условно, всегда будет чем зарабатывать или как? Или есть перспектива остаться? Ну, допустим, пару лет назад в Китае появился ролик, как робот поставил имплант пациенту. Вот. Не понравилось, дизлайк поставил на него? Нет. Надо дизлайк было ставить сразу. Но я думаю, что это единичный случай. Я думаю, что к нашей профессии таких вопросов не будет. У людей всегда были зубы, они всегда болели, их всегда удаляли, их всегда надо было вставлять. Поэтому с этим вопросом не будет у нас точно. Ну, ближайшие, может, лет 30, наверное, точно. Вот посоветуй, допустим, сейчас этот видеоролик смотрит ребенок. Ну, там, 14, 15, 16 лет, неважно. Вот у него в перспективе надо идти получать образование. Родители скажут, вот слушай, внимательно сейчас дяденька тебе скажет. Что-то наиболее часто обращаемое. Ну, понял, да, вопрос? Как бы так на пальцах, так. Ну, примерно я тебе задал его. Ну, допустим, так как сейчас молодые мамы, они все в интернете, в телефоне, они все это видят, читают. Они стали более углубленно заниматься здоровьем своих детей. Поэтому очень много работы сейчас становится именно у ортодонтов. О! И в детской, да? Ну, детство не так сильно, потому что у нас все-таки остался еще стереотип, что молочные зубы лечить не надо, как бы, выпадут сами и все. Хотя это тоже неправильная такая мысль или тенденция, потому что если вовремя не вылечить молочные зубы, могут быть такие проблемы, что мало не покажется и финансовое, и здоровье, и так далее и тому подобное. В отношении страны введено уже там хреновое количество санкций. Как-то это повлияло на деятельность? Это повлияло на повышение цен. Сильно выросли? Когда только это началось, это был ужас. Ну, была накрутка на некоторые материалы 300-400%. То есть, допустим, то, что стоила там слепочная масса 10 тысяч, она могла стоить 30 тысяч. Но потом, как все умные люди у нас там пооткрывали, о, там, Казахстан, Армения, Грузия, все это началось оттуда завозиться. Ну, наверное, процентов сейчас, процентов, наверное, 30-40. Прирост. Да. К тем ценам, что были раньше. Но с точки зрения нехватки чего-либо, оборудования, расходных материалов. Ну, в частности, стоматологии нет этого. Все то же самое есть в госполе, клиниках, да. Последний вопрос к тебе. Как бы в целом, я думаю, мы неплохо тему раскрыли, вот, о жизни стоматолога. Вот сегодня у тебя, как мы озвучили, квартира есть, жена есть, долгов нету, самое главное, кредитов никаких нету. Сколько нужно в 2024 году зарабатывать, какую-то вилку ты назовешь, для того, чтобы можно было на том уровне, как живешь ты, содержать семью. Жену, детей, кота, машину, за квартирку заплатить. Так при этом еще не в Таиланд слетать. Ну, наверное. Ну, хотя бы, наверное, 1200 точно надо зарабатывать. Ну, вот так, наверное, чтобы жить так, как живем мы. Не имея долгов и так далее, там подобное. 200, 300 и вообще хорошо. Ну, 300, это, в принципе, комфортная зарплата. Мне кажется, даже не для стоматолога, а для Москвы в среднем, чтобы более-менее так средне жить. Но при этом с 300 тысяч, вдумайтесь, особо ты ни на что не скопишь. Ну, это я имею в виду, да, жить не откладывая. Вот просто более-менее жить. Короче, если ты что-то из себя захочешь, то вторая клиника, здравствуйте. Это да. Это я. Ну, это просто я для себя, так скажем, небольшой детокс решил устроить на годик, на полтора. Знаете, есть такая поговорка. Хорошая мысля приходит опосля. Монтируя этот выпуск, я понимаю, что можно было бы сделать целый документальный фильм, как стоматологи разводят пациентов. Но для этого нужно, как минимум, 3-4 врача, разные клиники, которые согласятся не то, чтобы сделать там целое разоблачение, а просто показать, как честно, как нечестно, из чего складывается цена. Потому, что в идеале это было бы быть в клинике, чтобы те показали напрямую. Вот коронка китайская, она плохая, потому что и показать. А вот там немецкая, она хорошая. И в таком ключе можно было бы пройтись и собрать целый ролик на 60 минут, но он был бы действительно насыщенный, полезный. Поэтому, ребята, я знаю, что среди вас есть многие врачи, в том числе, ну или в частности, стоматологи. Почта моя всегда есть на экране. Если вдруг вы находитесь в Москве или не в Москве, но вы готовы принять участие, прям рассказать на камеру, показать, пишите. Ну и в том числе, друзья, вы пишите тоже, если это интересно. Потому, что это будет действительно большая работа, которая нужно будет проделать, нужно будет потратить время, энергию и прочее. А если вы скажете, нахрен нам не надо, все нам понятно и так, там везде разводняк, не нужно. Я лично, когда женой ходили, вот там ее зубами занимались, я ходил к стоматологам, спрашивал, вот Эдуард говорит, ну в 3-5 клиник сходить послушать. Слушали, в каждой клинике свой метод лечения, свое направление по-своему рекомендую. То есть нету стандарта. Когда речь про пломбу, это одно. А чуть посложнее все, это отдельная история. Как минимум, я считаю, и надеюсь, этот ролик был полезный, любопытный, интересный. Вот человек работает стоматологом. 15 лет прошло, квартиры есть, дети есть, машины есть, доход есть. Спокойно себя чувствует, работает, но работа ответственная. Жду ваше мнение в комментарии. Ставьте лайк этому выпуску. В следующее воскресенье я вам покажу жуткую картину. Мы поедем в новостроечку, где человек нам покажет, как нынче квартирки вручают, в каком они состоянии. И это будет не Москва. Мы уедем чуть подальше. Короче, будет что интересного вам показать и рассказать. Обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Подпишитесь на телеграм-канал, ведь там всегда выходят свежие анонсы. И много различных наблюдений. Кто подписан, тот знает. Там мы и дела добрые делаем, полезные дела. На этом не добавить, не убавить. До новых встреч. Всем пока-пока.